Я хочу, чтобы люди увидели вас. Вот люди, чтобы тысяча человек увидело, как вы с собакой обращались. Одни растраты с этим Собакином, ребят. Ну а что получается? Вот, купили пылесос моющий. Так как у нас у Славки небольшая аллергия есть все-таки, чтобы не... На шерсть. На шерсть, да, получается, чтобы не провоцировать. То есть, ну, на Собакина еще нету, как бы, но мы придержим. Так как сейчас у нас кошка и Собакин, да. Приходится сейчас покупать пылесос моющий за такую сумму по акции. Сегодня акция на него. А так он стоит, сколько, 15, да? Стоит, да, от 15. От 15. Я хотел сейчас на такой пылесос, но маленький его прошел. А тут, как бы, шумок, так сказать, животных. Я говорю, Саша, поехали на экскалаторе. Он говорит, ты что, я понесу его на лифте, поедем. Ну, что-то с водой будет вообще, он там, издушится, будет классно. Приехали мы за кормом для Барбоса. Нам, получается, этот, как он называется, ветеринар, посоветовал. Антиаллергичный, да, или как он там называется? Педигри. Он своего тоже кормит, хотя, говорит, я не советую. Дешевый корма, многое тонкое, хороший. Так что мы сейчас покупаем ему, получается, на сколько месяцев? На полтора ты посчитал? Да. Здравствуйте. У нас в полу интернета касс. Кормит, кормит. Так что, вот, сейчас посмотрим. Давай еще посмотрим, тут шлейки висят. Сейчас мы посмотрим, он как раз для него шлейка коричневая. Это большая. У него и так это. А есть черные шлейки, девушка, подскажите, пожалуйста. На крупного. У нас этот, этот шерпей. Такой, мужчина такой. О, о, о. Объясните мне, как собака зачесанная была? Ее не вычесывали год. Что значит зачесанная? Неправда. Неправда? Это неправда. Да серьезно, полная ванна. Почему? Я хочу, чтобы люди увидели вас. Вот люди, чтобы тысяча человек увидело, как вы с собакой обращались. У меня с собакой прекрасно обращались. У нее глистов полно, и сейчас ее губоют. Каждые 3 месяца собака глисты гонится. Ну, вот мне покажете тоже документы, да? Собака была подобрана. Собака была на передержке. Собака была подобрана. Подождите. Мы прооперировали собаку. Вот серьезно? Вот здесь все, кто же живет, писали в группу 2 недели, 2 недели про эту собаку, и вы не знали. А, а собака что делала на улице у нее, скажите? Мы оставили ее с родственниками, он просто убежал. У него есть такая манера, он бродяжный человек, он срывается. Серьезно? Можете спросить, у кого я. Люди говорят, что он уже год бегает здесь, у него яйцо одно отмороженное. Ничего у него нет. Да, то есть, ну посмотрите, у него на яйце прямо шрамы есть. Я ходил вчера к ветеринару. Мы к клинику ходили, врач сказал, что у него отмороженное. Это не правда. Потертое, и у него и лапы потертое, за то, что он спит на твердой поверхности уже давно. Это не правда. Серьезно? Это не правда. Вам не стремно врать-то? Мы не врем. Серьезно? Да. Ну тогда принесите мне документы, я вам отдам собаку. Без документов я ничего вам не отдам. Абсолютно ничего не отдам. Все хорошо, я вас жду. Пожалуйста, я еще раз говорю, собака на передержке. Вы можете оставить ее с собой у себя с хорошим содержанием. А, то есть, вы мне еще разрешаете? Что значит разрешаете? Ну, то есть, вы мне разрешаете собаку оставить, да? Что значит? Вы мне говорите, можете у себя оставить. Что значит можете оставить? Вы мне что, разрешаете что ли? Если вам собака нравится, и мы будем легко ее контролировать. Вы контролировать ничего не будете. Абсолютно. Идите в суд, обращайтесь. Идите к участковому, я с ним пообщаюсь, ничего страшного. Я даже в отношении вас заявление напишу, обращение с собакой такое. Да, и соберу документы, и вас оштрафуют очень сильно. И опозоритесь еще на всю Россию. Конечно, знаете. И, наверное, вы знаете, кто я. Ну, вот все, отлично, свободно. До свидания. Все вам хорошо. Вы очень вежливо общаетесь. Очень вежливо, потому что те люди, кто обращается с собаками так, с ними по-другому общаться нельзя. Вы собаку просто изуродовали. Так что до свидания, я еще все лечу. Мы собаку еще раз повторяем, не уродили. У нее полно глистов, у нее полно шрамов и тому подобного. Ее не вычесывали год. Вы о чем говорите вообще? Я ее вычесывал в сутки здесь. Вы о чем говорите-то? Передержка свободна. До свидания. До свидания. Все. С документами переходите. К участковому пойдем вместе. Пожалуйста, сейчас. И в инспекцию также пойдем. Пишите заявление, он придет, я с ним пообщаюсь, я ему напишу и объясните нам. Можно сейчас участковому подъехать. Вызывайте. Вызывайте, это ваша мама. Все. Я вам еще раз говорю, свободно. Вы же как бы идете на какой-то конфликт. Я вам говорю, собаку я вам не отдам без документов. Принесите мне документы. Принесите, что у нее есть чип. Принесите, что у нее есть номер. Все, свободно. До свидания. До свидания. Кто вы такие пришли? Не понимаю. Для чего вы пришли ко мне? Какая придержка? Что значит собаку вам разрешаю оставить? Подождите, вы сейчас у меня заходили в гости. Что вам надо? Дочка говорит, что вы пришли, выясняет, что это ваша собака. Мы не пришли. Мы ходили по району, искали собаку. Серьезно? Год собака здесь бегает, говорят. Не бегала здесь собака. Ну подождите, тут соседи, каждый говорит. Две недели писали, в группах ее искали. Даже на вышке тоже. Есть черный шарпей. Он здесь бегает. Серьезно? Его подкармливают. Серьезно? Да. Хорошо, хорошо. А вы не знаете, что у собаки глаза уже месяц как конъюнктивитель? У него операцию надо на глаз сделать. Ему операция была сделана. Серьезно? Можете посмотреть, да? Я знаю. Вот ему будет делать. Ему будет на веке делать операцию уже. Шарпеев, заворот века, каждый три года случайно. Так что приходите с документами и будем с вами общаться. Пожалуйста. Все? До свидания. До свидания. Все. Настюш, заводи домой. Ребятушки, всем привет. Маренька Видика, испуганная, грустная. У нас такая ситуация, вы уже, наверное, из видео поняли, да? Тут появились в кавычках какие-то хозяева, которые собирают собак, типа якобы где-то на улице, их держат на передержке, зарабатывают на это бабло, видимо, я так понял, размещая в группах просьбы о помощи и тому подобное. Ну, это херь, короче. То есть, с ее слов, что собака у нее была на передержке, она отдала ее родственникам, у родственников она сбежала, и что эта собака имеет свойство сбегать, они ее потом снова ищут через какое-то время. Хотя, ребят, у нас соседи, получается, дома новые, соседи говорят, собака уже практически год бегает, даже больше, говорит, вот так вот. То есть, она периодически ее кто-то берет, скорее всего, вот они таким образом, что люди берут, и парень-то, про которого говорят, скорее всего, они так же пришли, у него забрали. Разводят, как бы, получается, его собаку кто-то берет, поднимает, поддерживает, получается, там, грубо говоря, глистогонит, лечит. Эти две, блин, крали, блядь, а по-другому их никак назовешь, подходят и потом, и начинают у людей вымогать эту собаку. Я им сказал, идете нахер и лесом. В принципе, вы все слышали, я включил уже, когда они начали борзеть, вот эта вот крупная такая... Ну, видно, это была мать, дочь или ее. Женщина я не назову, потому что те, кто обращается с животными так, это сами животные, на самом деле. Хуже животных, на самом деле, что вот так вот люди, блядь, я говорю, собака, вот просто это была, ну, мы ее сами видели, какую подобрали, да, ее тут вычесывали, собаку, я говорю, почему собака-то год не вычесанная, я говорю, вы ее выучу, поняли себе за выражение? Она начинает жевать. Короче, ребят, смотрите, какая ситуация. Мы поняли так, что собака, вот эта вот, да, она сейчас вот эта вот дрянь вот эта будет ходить, мозги там компасирует. То есть она теперь знает, где мы живем, то есть она была у нас в квартире, она поднялась к нам. Настя нечаянно ее провела, как бы, конечно, я не боюсь ее на самом деле, я могу ей кровью выпить просто, как бы, ну, в смысле не физически, а именно юридически, то есть просто заплатить деньги, как бы сейчас, нормального юриста, который, в принципе, ее разнесет в пухи храм. И она еще будет наказана за свои действия, вот именно по животному, по отношению к животному, чтобы они вот так вот животного замучили. Но смысла вот этого, ребят, нету, да. Мы собаку сейчас выходили практически, то есть мы ее проглистогонили, мы ее отмыли, лишая ребят нету, то есть мы ее проверили, завели на нее ветпаспорт, то есть эта собака сейчас уже с ветеринарным паспортом, у нее все есть документально. То есть мы ее прокапали глазки ей. То есть мы убрали у нее практически уже конъюнктивит. Конъюнктивит был в запущенной форме, и врач сказал, после того, как вылечим конъюнктивит, возможно, нужна операция. Мы готовы даже заплатить, ребята. То есть вот если, мы сейчас к чему все кладем? Раз такая ситуация началась, такая песня. Мы так думаем, что они спокойно от нас не отстанут. Они мозги будут компасировать, тем более я не помогу Настю сейчас отпускать одно, вот так скажем. То есть я буду не то чтобы опасаться, но не хотелось бы, чтобы они там ей мозг компасировали, тем более ребенок, зачем это нужно? Вот смотрите, кому нужна собака? Подумайте. Только единственное, что это не для всяких передержек и тому подобное, там не зарабатывание бабла на этой собаке, она уже понавидала, ребята. Просто взять эту собаку. Мы вам ее отдадим, вот с кормом, там корм купленный на месяц просто. Вот мы сейчас купили большую вот эту. Мы даже готовы провести операцию, если понадобится, на глазу у нее. То есть мы за свои деньги вам поможем это сделать. Я не знаю, мы будем очень благодарны, ребят, если вы возьмете собаку. Собака хорошая, собака послушная. Собака понимает все команды. Она писает, какает только на улице. То есть она терпит до победного. В собаке нет, в принципе, никаких нареканий. Она сейчас, ну вот там, на лапке у нее заживет то, что она спалает на асфальте. Вот у нее там, видели, да, есть небольшая ранка. Это заживет, ветеринар сказал. В принципе, как бы мы даже готовы вам дать контакты этого ветеринара, да, и вы можете наблюдаться у нее. Она не берет недорого. Хороший ветеринар у нас на районе, она даже с других районов к ней ездит. Но мы не хотим это... Просто чтобы дальше в случае животное зарабатывали на нем деньги. А передержка это сплошное зарабатывание денег. Потому что люди собирают деньги на то, чтобы купить собаке корм, провести обследование, провести операцию. То есть, они просто вот якобы отдали кому-то родственнику, у которого он сбегает постоянно. Что за собака постоянно сбегающая, да, в одном и том же районе, что очень странно. И все год видят, что собака живет на морозе, отморозил себе яйцо. Ну, она не отморозила, там шрамик небольшой, ребят, все зарастет. В принципе, все, все лекарства, все мы дадим. Только если, вот я говорю, не для всяких перепродаж собак убирать. Вот мы готовы отдать собаку тем людям, которым она действительно нужна. В квартире она не гадит, она нормально себя ведет. Вот этим людям, которые будут ей заниматься, ребят. И мы готовы, говорю, заплатить деньги на операцию, если понадобится глаз. Но он не понадобится, у него глаз выправится, все нормально будет. Вот. И на месяц вам корм уже будет обеспечен. Но только порядочным, честным людям. Мы даже сейчас заплатим деньги, чтобы разместить это в группах пермских. Придется нам заплатить, ребята, просто по-человечески, потому что хочется отнестись. И вот такие вот собак вот, ребята, вот так вот мучают и потом выкидывают. И потом другие люди их подбирают, эти собак выхаживают. Опять вот так приходят и у них вымогают эту собаку. Я и сказал сейчас, у нас есть этот паспорт. У него нихера нету ребят. То есть, если вы возьмете собаку, у вас проблем никаких не будет. Я даже вам гарантирую, если потом такая же дрянь придет к вам, вы можете обратиться ко мне. Я попрошу своего юриста, он считается лучшим юристом при Каме, он вам поможет судиться. Не проблема. Я даже готов, говорю, заплатить буду за это все. Ну, просто из того, чтобы не тратить нервы, как бы, почему мы решили отдать? Потому что такие люди, которые привыкли зарабатывать на собаке, они просто так такую собаку не отдадут. То есть, если дворняжку, да, это спокойно ты хочешь, ты заберешь. А когда собака породистая, и они могут на ней делать деньги, они это просто не оставят. Я вам даю слово свое, что никто не узнает ваши контактные данные. Никто никогда. Это я вам даю слово, свое мужское слово. Что все будет нормально. Но приобретите собаку. Собака хорошая, реально, вы видели. Она красивая, она послушная. Все команды понимают. Абсолютно рядом, рядом. Охранять, охранять. Сидеть, сидеть. Все, лежать, лежать. Спать. Она даже спать понимает. Понимаете, ребят? Но собака понавидала, получается, уже тысячу хозяев. Ну, нельзя так мучить животного. У нее нет агрессии. Ее проверил ветеринар. На собаке вообще нет никакой агрессии, ребят. Вот на сколько дней я там и таблетками ее пою, в пассе запихиваю. Все нормально. Она ест, все нормально. Она даже не рыкнула ни разу. Хорошая собака. Ребят, это крик души. По-другому никак не сказать. Ну, потому что такие вот... Я не знаю, как призывать люди. Это не люди, на самом деле. И пускай ей будет стыдно. Пускай она себя видит. Бестыжие. Как она поступает с собаками. Как с животными. Как сама, как с животными поступают. Так что, ребят, всего хорошего. Удачи вам. Подписываться на канал не обязательно, ребят. Абсолютно. То есть, мы не призываем к этому. Нам надо просто, чтобы вы помогли. Расслали это видео всем знакомым, чтобы... Ну, кто-то помог и собаку пристроили. Получается, когда мы ехали в лифте, меня спасили первое лето у меня собака. Я ответила, что да. И вот девочка предложила мне, что если я хочу, она может дать взамен другую собаку. Только маленькую. То есть, я так понимаю, такой, знаете, ребят, ценный типа обмен предложила. Типа, давайте мы дадим маленькую дворняшку, а вы нам дайте породистую, получается, с расшарпею. Ну, так, да? В принципе, как бы понять можно. Ребята, вы понимаете, да? Что это за люди? В принципе, делайте выводы сами. Собака неделю валялась. Помимо этого, соседи говорят, что год эта собака бесхозно бегает. То есть, никто ее не подбирает, ее просто подкармливают. Все, мы эту собаку подобрали. Ее вылечили. Собака Шарпей? Шарпей, да. Это ребят у нас сейчас пришел в участковый и меня опрашивают. Это вот эта вот мадама. Кобель? Кобель. Написала заявление. Теперь, в принципе, все понимаете, никак и не поступают. Вот эти вот мадамы разводят так людей и потом с них, получается, подтягивает бабло или еще что-нибудь. Лежит по какому адресу лежала? Лежала? Она там уже давно валялась. В принципе, на видео есть, какая собака была грязная, не вычесанная, с глазами гниющими, потому что у нее уже там были эти конъюнктивит. Есть много соседей, кто подскажет, что собака уже бесхозная давно достаточно время. За ней никто не ухаживает, за этой собакой. Соответственно, у собаки никакого клема, никакого не было. Что это за люди? Что это за мошенники пришли, получается, и вымогают сейчас нас? Вот такая ситуация. Сейчас я хочу, ребята, встречное заявление написать и получается за обращение. Вот он, пост был еще 13 мая. Это вот Мариша снимает. Стас Драги разместил. Вот так вот собака вот в таком виде валялась. Причем он вообще не реагировал, к нему подходишь разговаривать, он вообще, ну просто вот, собака так. Вот, ребята, вот такая вот ситуация. Такие есть мошенники, старайтесь держаться их подальше. Если к вам такие приходят, как бы женщины, вымогают у вас потом этих животных. Сейчас я, ребята, забыл сказать, что я сейчас напишу встречное заявление за такое плохое обращение к животным, чтобы к данной гражданке, если она реально признается, что она являлась там частично собственником как-то этой собаки, что к ней предупредимены с сердечной точки зрения наказание какое-либо. То есть, соответственно, я завтра поеду писать заявление еще в прокуратуру. Максимально. Везде этот вопрос подниму. Собака сейчас здоровая? Она спит. Мы за ней ухаживали, то есть ее проглистогонили и поставили кучу уколов, получается, потому что она вообще была мутная. То есть собаку забрали 13-го часа? Да. И сделали на нее вот этот паспорт, вот на нее есть этот паспорт. С этими документами, которых у них нет, к сожалению, у тех, мадам. А копии есть возможность сделать? Вы можете на телефон сфотографировать всегда, ничего страшного нет, в отделе можно распечатать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok